Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество Жан-Поля Сартра. Жан-Поль Сартр – знаменитый французский писатель, драматург и философ. В свое время Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе из-за своих общественных убеждений. Сартра называют отцом экзистенционализма. Широкую известность писателю принесли такие работы, как «Повесть слова», «Роман тошнота» и другие произведения. Жан-Поль родился в Париже летом 1905 года. Мальчик рано лишился отца. Мужчина умер, когда его первенцу было чуть больше года. Мать будущего писателя Анн-Мари старалась баловать малыша, рано оставшегося без отца. Несмотря на все трудности, Жан-Поль вырос в теплой дружеской обстановке. Мама будущего философа происходила из старинного рода эльзасских ученых. Дедушка Жан-Поль был известным филологом, профессором, основателем лингвистического университета. Дядя Сартра был теологом и гуманистом, и нобелевским лауреатом. Воспитывался Жан-Поль в большом доме своего дедушки, где проживали и другие родственники. Многочисленная родня окружала подростка любовью и заботой. Первоначальное образование будущий писатель получил на западе Франции, в лицее городка Ля-Рошель. В дальнейшем он обучался в Париже, в высшей педагогической школе. Молодому человеку удалось выдержать сложный конкурс и стать студентом престижного учебного заведения. После окончания вуза и защиты диссертации по философии, Жан-Поль стал работать преподавателем в Гаврском лицее. В дальнейшем писатель отправился на стажировку в Берлин. После возвращения в родную Францию, Жан-Поль вернулся к преподаванию философии. Первые серьезные работы Сартер написал в середине 30-х годов. Первые страницы романа «Тошнота» писатель создал в Гавре. В 1938 году роман был опубликован и во мгновение ока стал популярным. Публикация имела эффект разорвавшейся бомбы для читателей той поры. Произведение посвящено иррациональности жизни, отчаянию, хаосу и абсурдности мироздания. Уже в следующем году начинающий писатель публикует сборник под названием «Стена», состоявший из пяти новелл. Сборник получил свое название в честь первого рассказа цикла. Выход романа «Тошнота» из сборника новелл стал культовым событием во французской литературе первой половине XX века. В 1943 году была опубликована пьеса писателя под названием «Мухи». Основой для произведения выступил древнегреческий миф, который использовался в качестве анализа современных проблем. В этом же году в писательской биографии Сартра появилась вторая пьеса, получившая название «За закрытыми дверями». Также он опубликовал философский труд «Бытие и ничто». Публикация Жан-Поле пользовалась огромной популярностью. Его книги раскупались многотысячными тиражами. Благодаря невероятной популярности на литературном поприще, вскоре Жан-Поль оставляет преподавательскую деятельность, чтобы целиком и полностью сконцентрироваться на писательстве. Идеи писателя пользовались такой оглушительной популярностью, что тут же обретали миллионы поклонников. У Сартра появились последователи и ученики. Молодые исследователи собирались в парижском питейном заведении под названием «Кафе де Флёр». К середине 60-х слава французского писателя только возрастала. В 1964 году француз оказался в списке лауреатов Нобелевской премии по литературе. Однако он не собирался получать премию. Сартер считал, что подобная награда сделает из него своеобразный общественный институт, против чего он всегда выступал. Творчество великого мыслителя приобретает особый смысл в рамках революционного движения 1968 года. Писатель активно выступал против военных конфликтов в Алжире, Вьетнаме. И защищал евреев. Обвинял Америку во вторжении на Кубу. Громкие высказывания Жан-Поля Сартера не могли не повлиять на общественность и вызвать негодование у некоторых граждан. Впрочем, Сартер ничего не боялся и продолжал открыто выражать свое мнение. Писатель оставался кумиром молодежи. К примеру, во время студенческих бунтов 1968 года бунтующие люди впустили в захваченную Сарбонну лишь великого философа. Огромную роль в биографии Жан-Поля Сартера сыграла Симона де Бувар, знаменитая писательница и феминистка. Когда Жан-Поль слег от тяжелой болезни, рядом с ним оставалась только верная Симона. Под конец жизни великий француз страдал болезнью, которая сделала его практически слепым. Сартер не писал, однако с радостью участвовал в диспутах с фанатами и давал интервью журналистам. Умер Жан-Поль весной 1980 года. Причиной смерти писателя стал отек легких. Уход Сартера произошел тихо и мирно. Однако последователи не могли не проводить своего кумира в последний путь. Когда похоронная процессия шла по левому берегу Сены, к ней присоединились 50 тысяч обычных парижан. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok